Это канал Высшие технологии с самыми последними новостями из мира технологий. Уникальный политкомпания Илона Маска Спасекас запустила на орбиту пилотируемый космический корабль Crew Dragon с первым полностью коммерческим экипажем, состоящим из четырех непрофессиональных астронавтов. Запуск состоялся 16 сентября 2021 года в 3 часа 2 минуты по киевскому времени с космодрома на мысе Конавирал в штате Флорида. Полет продлится три дня. Приводнение корабля в Мексиканском заливе запланировано на 19 сентября в 2 часа ночи по московскому времени. В будущем Спасекас планирует использовать этот корабль еще как минимум один раз, к МКС на нем отправятся члены первой полностью частной миссии АКС-1, запланированной на январь 2022 года, на орбиту находятся четыре человека. Командир экипажа Inspiration 4, Джаред Эйзекман, имеющий квалификацию пилота реактивных самолетов. Вместе с ним в космос отправится профессор колледжа из Аризоны Сайон Проктор, сотрудница детской больницы Хейли Арсена, а также инженер, бывший механик ВВС США Кристофер Семброски. Кстати, 29-летняя Хейли Арсена станет самой молодой американкой, побывавшей в космосе. Для Inspiration 4 повторно используется Crew Dragon, с 207 Resilience, миссии Crew-1, который специально модифицировали для этой миссии, вместо стыковочного узла установили большой прозрачный купол для наблюдения и фотографирования. Также для этой миссии Спасекас повторно использует первую ступень с номенклатурным номером B1062, которая до этого дважды летала в космос, ранее она выводила спутники GPS-304 и GPS-305, 9 квадратных метров и туалет с видом высота капсулы Спасекас Dragon составляет 8,1 метра, а диаметр – 4 метра. Общий объем – всего 9,3 квадратного метра один из членов экипажа. Крис Семброски, 42-летний ветеран ВВС, сравнил это с путешествием с друзьями в фургоне, от которого невозможно сойти, если вы хотите отдохнуть, точная технология, которая легла в основу туалетов на борту капсулы, является секретом Спасекас. Но Хейли Арсена, одна из четырех членов съемочной группы, сказала в документальном фильме Netflix, что, фактически, туалет находится на потолке. В космосе нет ничего перевернутого, поделилась она. Туалет расположен рядом с прозрачным стеклянным смотровым куполом, с которого открывается захватывающий вид на космос на 360 градусов, когда людям неизбежно приходится пользоваться туалетом. У них в распоряжении самый захватывающий вид, рассказал бизнес-инсайдер-миллиардер Джаред Исаакман, командующий миссией, уединение обеспечивается простой занавеской. А что вообще астронавты делают в космосе? В пятницу Спасекас организовала видеозвонок между командой Inspiration четырьмя и пациентами детско-исследовательской больницы Святого Иуды в Мемфисе, штат Теннесси, США, СТ. Джуд Чилдринес Ресерч Хоспитал, один из пациентов спросил 29-летнюю Хейли Арсена, которая в детстве лечилась от рака кости больницы и сейчас работает там помощником врача, как она «развлекаются» в космосе. Арсена ответила, что, в основном, космонавты, едят, делают работу по дому и смотрят в окно на мир. Сотрудник аэрокосмической корпорации Локхит Мартин Кристофер Семброски добавил, что также астронавты заняты исследованиями. Так, они сдают много, много анализов крови и постоянно мониторят уровень глюкозы в крови. Также астронавты рассказали, что видели уже больше 25 рассветов и закатов с орбиты Земли. Астронавтов также спросили, какая у них любимая «космическая еда» «Моя любимая космическая еда – это пицца, которую я ел вчера. Сегодня я поужинаю также», рассказала 51-летняя Сиан Проктор, преподающая геологию в небольшом колледже в Аризоне, которая теперь стала астронавтом НАСА, также на борту капсулы «Драгон Спасекас» запланированы музыкальные интермедии. Каждый пассажир составил плейлист из десяти песен и Семброски даже взял с собой у Келлили. Инструменты и другие предметы обихода космонавтов позже выставлять на аукцион. Вырученные средства переведут в госпиталь в Мемфисе. Цель миссии – собрать 200 миллионов долларов США для больницы. Джаред Айзекман, американский миллиардер и четвертый участник миссии, который оплатил все места на корабле лично пожертвовал 100 долларов США. МЛН научное исследование в четверг Спасекас написала в Твиттере, что команда провела первый раунд научных исследований. Одна из целей миссии – собрать данные о влиянии радиации и других условий внеземной среды на новичков в освоении космоса, их сердечный ритм, сон и уровень кислорода в крови, как уровень облучения, тщательно контролируется. Также до полета исследователи оценили когнитивные функции команды. Показатели сравнят с теми, которые будут получены по возвращению космонавтов на Землю, читать далее Земля резко начала вращаться быстрее, почему это происходит и есть ли опасность потомки выживших после возможного падения астероида. Животных все еще обитают на Земле. Физики охладили атомы до самой низкой в мире температуры.